Специалисты Департамента государственных доходов провели семинар для предпринимателей, на который подробно разъяснили изменения налогового законодательства, вступившие в силу с начала этого года. На собрание налоговики пригласили представителей бизнеса со всех районов области. Наполнение бюджета сегодня одна из самых актуальных задач государства. И благодаря предпринимателям республиканская казна ежегодно пополняется на миллиарды тенге. При плане в 90 миллиардов тенге в прошлом году в местный бюджет поступил 101 миллиард 200 миллионов тенге, на 10% больше, чем запланировано, или на 22 миллиарда 400 миллионов тенге больше, чем в прошлом году. Вопросов к специалистам Департамента госдоходов поступило много. Как отметили предприниматели, сегодня налоговое законодательство развернулось лицом к бизнесу. Ликвидированы многие барьеры, тормозившие работу. Тем не менее, в законе остается немало белых пятен. У нас есть и облегчение в работе. То, что, например, мы сдаем налоги раз в полгода, это не столько сует именно большой. Но, например, вот в прошлом году ввели новый код налога, 104-309, земельный налог. Вот в этом году я столкнулась с трудностями при сдаче отчета, годового отчета 700-я форма. То есть налог, уже введенный новый код налога, но в форме его не изменили. И теперь он к разноске не идет. И теперь будет проблема, конечно, посадить его на лицевой счет. Здесь же в ходе семинара сотрудники Департамента государственных доходов отметили лучших налогоплательщиков. Выбирали их в трех номинациях. Лучший налогоплательщик крестьянского хозяйства, индивидуальный предприниматель и среди юридических лиц. Здесь рассматривались вопросы в основном. Сколько он налоги платит, не имеет ли он задолженностей, не имеет ли он связи с лжепредприятием. Ну вот такие вот критерии мы все выбрали. И самых лучших выбрали 9 участников. То есть по три с каждого. Вопросы, поступившие во время семинара, сотрудники Департамента планируют систематизировать и передать в Комитет госдоходов. Наиболее актуальные предложения, возможно, найдут место в новой редакции Кодекса о налогах. КОНЕЦ КОНЕЦ